Членство в организации договора о коллективной безопасности снижает риски военных угроз. Это главный и основной фактор, важный для всех стран-участниц этой международной структуры, отмечает экс-министр обороны Армении Вагарша Карутунян. Гуманитарное сотрудничество, совместное противодействие нелегальному обороту наркотиков, еще два значимых пункта работы государств в рамках договора, подчеркивает военный эксперт. Вагарша Карутунян принимал непосредственное участие в создании структуры. Он отмечает, что в момент подписания соглашения, страны бывшего союза остались один на один с военными угрозами при отсутствии вооруженных сил. И в этой ситуации справиться с задачами, по его словам, государством помогло военно-техническое сотрудничество. Армения, благодаря членству ВДКБ, значительно обновила парк военной техники и, самое важное, пополнила его новыми видами вооружения. Мы приобретаем члены договора этого коллективной безопасности по внутренним ценам Российской Федерации. Это позволяет иметь вооруженные силы, которые обеспечены, вооружены современным оружием. При малых затратах получается очень высокая эффективность, которая позволяет с учетом экономических возможностей государств, участников этого договора, иметь полноценные, обеспеченные вооруженные силы. В Казахстане есть свой опыт, в Таджикистане есть опыт ведения боевых действий, помимо всего этого. В Киргизии, Белоруссии. Вот идет обмен. И помимо этого мы проводим совместные учения, поднимая на высокий уровень тактическую подготовку, оперативную подготовку. И это все помогает обмениваться всеми теми возможностями, которые приобретают вооруженные силы различных государств.